Дайджест недвижимости Программа помощи ипотечникам, столкнувшимся с трудностями при выплате кредитов, начала действовать в 2015 году, и в мае этого года ее срок истекает. В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования подготовить дополнительные меры поддержки. Напомню, по данным Объединенного кредитного бюро, к апрелю этого года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России составил почти 165 миллиардов рублей. Дайджест недвижимости В Кирове открывают горячую линию по вопросу подделки протоколов общего собрания жильцов. Она будет работать на базе Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региональной общественной палаты до 16 июня. Собственники квартир могут сообщить о случаях фальсификации протоколов общих собраний с 9 утра до 3 часов дня по будням. В обращении необходимо указать, каким образом был установлен факт подделки, а также о том, какие шаги предпринимали собственники квартир для признания документов недействительными и какова была реакция контролирующих и правоохранительных органов. Собранную по горячей линии информацию перенаправят в Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ – ЖКХ-контроль. Ненадлежащее оформление протоколов общего собрания, внесение ложных сведений и фиктивных подписей подпадает под действие статьи Уголовного кодекса «Подделка изготовления или сбыт поддельных документов» – отмечается в сообщении Центра. Дайджест недвижимости Мэрия выставила на продажу помещение спортивного клуба на улице Профсоюзной. Постановление об условиях приватизации имущества размещено на сайте администрации города. 236 квадратных метров в цокольном этаже здания по Профсоюзной 4-9 предлагают выкупить за 4 миллиона 36 тысяч рублей. Такова стартовая цена аукциона. На этом все. В студии работала Анна Лупшина. Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова